так здравствуйте всем камера заработала как обычно мои пальцы тут дагу чхает сегодня у нас чего 9 декабря 2020 года вот выехали опять сюда ремонтировать квадроцикл мой друг свой квадроцикл ремонтировать приехал ну были были приезжаем иногда на охоту но это в общем час охота такая своеобразная потому что охотиться нельзя больше трех часов это наше как сказать удовольствие так как хобби в общем то продолжается наше заключение мы не свободны во франции во всяком случае все еще и скорее всего это еще продлится на долгие дни а может быть и месяц и не знаю вот завтра нам четверг объявят новые условия нашего содержания заключение вот ну собственно говоря уже привыкли жить в общем-то люди ко всему мои люди ко всему привычек привычек привыкаем и к хорошему и плохому ну и в общем вот так живем ну вот приехали погулять мы-то с дагой погулять приехали немножко подышать воздухом но у нас прохладно стало холодно можно сказать она может быть не так холодно как она мокра вот климат такой мокрый южный мокрый климат и от этого от этой вот мокроты она еще больше холодно становится неприятно вот так вот иногда от завелений свой квадроцикл так вот иногда думаю наступает такая вроде как даже что-то приступы депрессии что ли но в принципе это нормально потому что время такое сейчас она нелегкая сложная везде я думаю что везде во всем мире нет какой-то определенности вот и нет свободы вот каникулы они все-таки все у нас сорвались естественно мы никуда в отпуск не поехали надеемся что это еще не последний раз в париж я тоже никак не могу съездить потому что там так это волнение идут а я боюсь этих всяких волнений а мне как раз нужно в центр парижа ехать в к в консульство русская в общем все как то вот так одному ну как бы радует одно что вот у нас наступает новогодние праздники наступят и мы с друзьями вроде как должны собраться уже так обсудили меню он закупил там наш друг ресторатор закупил все приготовит как в ресторане судили меню подарки уже как бы купили для моих друзей небольшие подарки вот ну и в общем это немножко как бы радует потому что какие-то новости в жизни все-таки должны произойти вот атака особо никуда и не ходим по городу не гуляем потому что ну как-то интерес это особого нет около дома гулять вот особо то и нету по магазинам но тоже поездили походили тоже как бы особо не хочется с людьми то контактировать это все-таки опасно сейчас видимо вот ну заказала подарки по интернету подарок для моего друга заказала для меня любимой заказала подарков вот теперь жду такая вот радость моей жизни подарки вот что еще то у нас такого интересного произошло собственно говоря ничего не произошло а украсила дом наш дом украсила к новому году так минимально потому что дом небольшой и загружать его какими-то украшениями там большими елками не имеет смысла потому что тогда дом совсем станет такой захламленный что ли как бы это сказать немножко украсила и ладно чё теперь вот атака переписываю с друзьями все по интернету все по интернету переписываемся надо разговариваем по телефону ну чаще переписываемся потому что так легче можно сразу с несколькими человеками переписываться вот сейчас так интересно в этот период когда вот период такой который изоляции или что это такое ну в принципе как изоляция очень много активировалась мужчин одиноких которые повсюду ищут женщин общаться потому что стараются как бы найти себе пару чтобы не жить одним вот прямо всем мои друзья именно друзья по переписке у меня их много французские друзья мужчины по переписке это еще остались тех времен когда я на сайте искала себе мужчину они так и остались зависли вот сейчас они все активировались и все пишут пишут потому что не хотят жить одни потому что ситуация сложная насколько это все продлится никто не знает одним жить они совсем хорошо встречаться никто не может знакомиться тоже сейчас трудно куда пойдешь встречаться рестораны закрыты кафе закрыты музеи театр закрыты то есть принципе то на улице холодно это только если встретиться и гулять вот это там ограничение в километра очень короче говоря одни сплошные неудобства и вот наверное сейчас такое время когда можно с кем-то познакомиться найти себе вторую половину вот так вот вот такая у нас вот жизнь ну а так в принципе что ничего особо то не изменилось в магазинах оно все как раньше ну что я замечаю вот ходим и по магазинам и что я замечаю что интересно ассортимент этом году вот на мой взгляд он меньше чем раньше вот как-то магазине пустые полки бывают но не пустые они такие разнообразные вот пустые неправильно не так разнообразно как раньше нет такого как бы выбора на мой взгляд не знаю может быть только в нашем регионе вот в нашем здесь люсоне потому что в принципе то я дальше то никуда и не выезжаю а по правде сказать и боюсь боюсь потому что если полиция остановит выйдешь за 30 километров там сказано что должен быть какой-то очень веское основание почему ты покинул эти 30 километров а я не разволнуюсь испугаюсь и не смогу объяснить почему я покинула эти 30 километров то есть как я обосную со страху и ничего не скажу в общем поэтому я как-то боюсь покидать вот эти вот сколько там 30 20 километров от дома сколько расстояние 20 километров от дома я их боюсь 20 километров от дома я и боюсь их покидать в принципе все магазины у нас тут около меня есть вот никуда к врачу к доктору мне пока ехать пока вроде бы не надо слава богу я не знаю что потом будет что завтра объявят что скажут закроют нас не закроют насколько пока как а не знаю но с другой стороны да конечно иногда какая-то такая грусть наступает и думаешь господи ну вот чего такое жизни ничего интересного не происходит вот так грезила этим отпуском думаю вот зимой поедем на каникулы там посмотрим туда более севернее там так красиво наверное там витрины магазины посмотреть что-то поснимать там замки украшенные будут мы хотели по замкам попутешествовать и так это вся мечта моя не осуществляется не осуществится в этом году во всяком случае ну да немножко грустно конечно но с другой стороны думаю ну учу теперь делать ну вот так она и так что ж что ж теперь делать сейчас стали больше мы с ним ну фильмы смотрим по телевизору но по телевизору там ничего интересного конечно тоже нет по нетфликсу мы смотрим фильмы как-то подсели с ним над сериалы на исторические ну я стараюсь смотреть все на французском языке потому что он то не понимает на русском ну я с ним смотрю на французском естественно все сериалы все фильмы и мне это в общем то помогает в каком плане я больше лучше понимаю французский французскую речь не всегда правильно говорю да практически всегда неправильно говорю потому что тоже тороплюсь хочу сказать все сразу и быстро и поэтому получается все плохо вот хотя живу уже давно здесь 10 лет а вот как там не очень хорошо все таки у меня это получается говорить по-французски ну я понимаю если захочу я выскажусь но что я хочу сказать что проблема в том что вот с мужчиной с мужем которым я жила с французским он говорил на русском ну я с ним все время на русском языке говорила вот все годы которые жила во франции всего на ру по-русски говорили с ним вот он то совершенствовал свой русский язык француз совершенствовал свой русский язык а я не выучила хорошо французский то есть я его учить то учила и в школу ходила и значит там интернету занималась но дело в том что он такой мертвый у меня язык оказался он стал мертвый язык для меня то есть я его понимать понимаю сказать не могу это как вот латынь мертвый язык также французский для меня но боже мой сейчас вот когда живу с человеком который говорит только на французском языке у меня вот как-то вот эта база которая у меня вот все-таки легче во всяком случае мы друг друга хорошо понимаем иногда я раз полуслова его понимаю он понимает меня и мои вот эти вот неправильную речь он быстро хорошо понимает ну вот так вот а так сегодня как-то пасмурно у нас поля 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 у нас сплошные каналы и поля ну природа такая южная южная природа вчера вот тоже разговаривала с моей школьной подругой по телефону которая живет в россии вот тоже с ней как говорили но она конечно она конечно такая как сказать патриот она любит россию ну и в общем конечно немножко как бы с ней такая полемика было что она конечно хвалит место где она живет где мы выросли понятно это ее родина а я уже здесь десять лет прожила и как бы уже прижила здесь и это место мне кажется уже своим родным каким-то в общем то нравится больше здесь жить климат помягче и природа другая ну не знаю нравится и нравится вот она прямо прямо так патриотично мне все россии рассказывает 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 как будто бы я и не знаю ничего россии ну у каждого свое как говорится мы на одной планете все живем на одной планете земля должно быть везде где бы мы ниже не жили это в общем то наша земля ну вот так немножко вот рассказала поговорила дага самолет летит слышно шумит лидер то нет вертолет вертолет ну вот пошли мы возвращаться с дагу там ветряные мельницы вдалеке видно птицы вон летят над каналами не знаю где мой дага вот он здесь мой старенький дага здесь ну на этом заканчиваю свое видео пока пока спасибо за внимание спасибо за внимание